Приветствую! Мы продолжаем отслеживать для вас судебную практику по уголовным делам, связанным с уклонением от мобилизации. И предыдущее видео у нас выходило в середине октября, и вот на сегодняшний день мы отследили за весь этот период. То есть сегодня у нас речь пойдет о уголовных делах и приговорах за уклонение от мобилизации за период с 15 октября 2022 года по 31 января 2023 года. Напомню, что в Уголовном кодексе есть статья 336, которая предусматривает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. При этом санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет. Обращаю ваше внимание, что только один вид наказания предусмотрен. То есть там невозможно замена этого наказания штрафом, либо исправительными работами, либо чем-то другим. То есть только от 3 до 5 лет. Что произошло за это время, с октября месяца? Мы в реестре судебных решений нашли 162 приговора, которые были условные. То есть в 162 случаях суды принимали решение о признании людей виновными, при этом реального наказания не назначалось, а назначалось наказание с испытательным сроком. То, что мы обычно называем условное наказание, либо условный приговор. То есть эти люди были признаны виновными в совершении преступления, они получили судимость, но при этом они не отбывали наказание в местах лишения свободы. А по сути после оглашения приговора пошли домой. Но обращаю ваше внимание, статус судимый они получили. И в принципе этот статус уже сохранится за ними на всю жизнь. То есть даже когда судимость будет снята и человек уже будет считаться таким, что не судим, на самом деле информация о том, что он когда-то был судим, в системе сохраняется. Далее, что мы еще нашли? Нашли два реальных приговора. И вот о этих приговорах мы сейчас чуть подробнее поговорим. Эти приговоры связаны с тем, что люди решили не идти на сделку со следствием. А кстати в большинстве случаев те приговоры, которые условные, там люди признали вину и соответственно пошли на сделку. В итоге получили условные сроки. В этих приговорах люди сделку не заключали. И вот давайте более подробно остановимся на том, что они делали и почему же они получили реальные сроки. Ссылочка на приговоры, на оба приговора будет в описании к видео. Вы потом сможете их более детально почитать. Здесь я их читать не буду, просто расскажу саму суть. Люди, оба человека прошли ВЛК, были признаны пригодными к воинской службе. И в дальнейшем, получив повестку на отправку, они не явились, собственно говоря, на эту отправку. Как они это мотивировали? В суде один человек просто мотивировал тем, что ВЛК была проведена для галочки. То есть никто не занимался исследованием его здоровья, а просто вот посмотрели, сказали здоров и все. И здесь, как мы понимаем, эта ситуация очень частая. И мы в комментариях видим на канале, многие люди пишут о том, что мол, ВЛК проводится там за полчаса, очень быстро и все. И вот тут самое главное, чего не сделал этот человек. Он не обжаловал решение ВЛК. И суд на это обратил внимание в приговоре при рассмотрении уголовного дела, что ты же не обжаловал решение ВЛК, не обжаловал. Ну, а кто тебе виноват? Поэтому, друзья, здесь мы делаем для себя какой вывод. Если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, когда ВЛК подходит формально к медицинскому осмотру, то нужно обжаловать решение ВЛК. И нужно еще быть готовым к этому. Потому что человек, когда у него спросили, а чем ты болен, покажи вообще документы, у него не было документов, он там обосновывал это тем, что он лечился всегда в частных клиниках и, мол, никаких записей у него нет. Поэтому, друзья, имейте в виду, для того, чтобы процесс призыва вас на воинскую службу прошел в соответствии с законодательством, чтобы вы могли реализовать все свои права во время призыва, вам нужно, возможно, уже сейчас, если вы знаете, что у вас есть проблемы со здоровьем, пройти обследование, самостоятельно пойти в клиники, пройти обследование, собрать анамнез, так сказать, да, собрать результаты этих обследований, там сделать МРТ, УЗИ, анализы, вот то, что вам нужно при тех диагнозах, которые есть у вас. У вас должно быть подтверждение тому, что вы действительно имеете какое-то заболевание, которое освобождает вас от воинской службы, да, вследствие которого вы станете, там, будете признаны непригодным. Имейте это в виду, собирайте медицинскую документацию, потому что иначе нам практика показывает. Тебе нечем апеллировать, то есть ты просто выходишь и говоришь, что ну я больной, но никто в это не верит и суд в это не поверит. Поэтому, друзья, делаем вывод. Второй случай. Там человек сделал несколько иначе. Пройдя ВЛК, он не явился по повестке, там, начал рассказывать, что он больной, что ему нужно лечение, на что ему ТЦК и СП дали время на лечение, но он и в дальнейшем не явился, мотивируя тем, что он лечится. В суде сказал, что да, я уже пролечился, но все равно не пойду, потому что с ВЛК не согласен. Та же самая история. Человек не обжаловал ВЛК. Суд тоже обратил внимание на то, что ну ты же не обжаловал ВЛК. Второй момент. Что сделал человек, что многие думают, я вот сейчас, хоп, быстренько уклонюсь таким образом. Вот человек обратился к врачам и, мол, начал проходить лечение. Но поскольку это лечение было не таким критическим, вернее, заболевание было не критическим, суд не принял этого внимания. То есть, безусловно, прошу не понять мои слова так, что там состояние здоровья не является уважительной причиной. Является. И действительно, если бы человек находился там на операции, например, да, и восстановительный период, безусловно, это была бы уважительная причина. Но в этом случае человек просто ходил там на физиопроцедуры, да, вот там, если почитать, то можно найти, что он там на электрофорез ходил и все. Ну, вот здесь, конечно, больше это выглядит как такая попытка избежать призыва. И попытка эта не увенчалась успехом. Имейте в виду, что в решении суда, в приговоре указано, что вызывался врач, к которому он ходил. Вызывались там врачи ВЛК, и они давали пояснения. И даже тот врач, к которому он ходил, по сути сказал, что да, там ничего такого серьезного у этого человека нет. Поэтому не нужно думать, что пойдя в поликлинику, там, обратившись за какими-то процедурами, вы таким образом защитите себя от призыва. Нет, друзья, здесь опять же еще и еще раз акцентирую ваше внимание, что нужно заранее проходить обследование, собирать медицинскую документацию, тогда вы всегда сможете доказать, что действительно у вас есть проблемы со здоровьем, и вы не подлежите призыву. Анализируя судебную практику по привлечению к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, мы нашли и еще один очень интересный приговор. Приговор оправдательный. Но этот приговор настолько интересен, что его нужно читать. Я хочу вам его в полной мере продемонстрировать. И поэтому, чтобы не затягивать данный ролик, я сделаю по нему отдельное видео. И оно выйдет уже завтра, 1 февраля. А на сегодня на этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поделитесь им, поставьте ему лайк и подпишитесь на мой канал. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.